Здравствуйте все, уважаемые коллеги! Центр смешанного обучения приветствует всех в этой такой тёплой дружеской обстановке. Мы сегодня продолжаем работать вместе. Сегодня мы работаем и изучаем историю вместе с Сергеем Николаевичем. Напоминаю, что мы сегодня, Центр смешанного обучения работает совместно с Институтом Московский Педагогический Университет. И сегодня мы поговорим с Сергеем Николаевичем о истории. И возможности провести уроки в формате смешанного обучения. Итак, Сергей, слово вам, пожалуйста. Спасибо большое, уважаемые коллеги, всем добрый день. Рад, что есть такая замечательная платформа, место встречи в рамках Московского Педагогического Форума для того, чтобы встретиться с единомышленниками. Ну и вообще, наверное, поделиться опытом, практическим опытом, который у нас есть. Я думаю, что такие встречи будут одинаково полезны выступающим слушателям сегодняшней встречи. Меня зовут Сергей Николаевич Рикерт. Я учитель истории, заместитель директора Московской школы номер 338. И сегодняшняя тема заявлена как смешанное обучение на уроках истории. Но вначале хотелось бы, наверное, сказать, что смешанное обучение, на мой взгляд, имеет межпредметный или даже надпредметный такой формат, потому что, собственно, является по большей части технологией, которая применима, в общем-то, в любом предмете, в любой предметной области. Но сегодня мы поговорим непосредственно про общественные и гуманитарные науки, в частности, про предмет истории. Но для начала, если вы не возражаете, я бы хотел сегодняшнюю встречу, а именно, что запланировано сегодня, это осветить. И дальше по тому маршруту, который намечен, мы бы с вами провели с пользой, как мне кажется, в сегодняшнее время. Сейчас буквально минуту, мы сделаем демонстрацию экрана, берем все лишнее. Отлично. Коллеги, я надеюсь, все видно. Но если что, вы, пожалуйста, не стесняйтесь, если что-то не работает, звук или картинка, то можно смело... Сергей, можно еще минуточку? Секунду буквально. Уважаемые коллеги, если появятся в ходе работы сегодняшнего семинара вопросы, если появятся, пишите их в чате, мы обязательно Сергею потом переадресуем. И я думаю, что на все вопросы вы найдете свои ответы. Итак, пожалуйста. Сможка сломался, но мы встаем, поэтому, коллеги, я думаю, это нам не помеха. Значит, собственно, перенесемся к сегодняшнему плану, плану нашей встречи. Значит, выглядит он приблизительно в таком формате. Первая часть, которая называется словно лекториум, смешанное обучение. Все-таки понятно, что, я думаю, коллеги, которые сегодня присутствуют, знают, что такое смешанное обучение. Они, вероятнее всего, работают в рамках смешанного обучения, но, тем не менее, чтобы нам друг друга верно понимать, для начала, пусть это не самая интересная часть, но, тем не менее, мы проговорим некоторые аспекты понятийные, в частности, что такое смешанное обучение, какие модели существуют, в каких моделях мы работаем, какие мы видим плюсы и минусы и так далее. Далее, хотелось бы акцентировать внимание на реализацию городских проектов и реализацию и привлечение городских проектов и смешанного обучения, а также онлайн-ресурсы для урока истории, которые можно использовать. Это будет только некий небольшой перечень из последнего, что было применено на уроке, но это, безусловно, не окончательный список, который мы обсудим. Смешанное обучение на уроках истории. Проговорим несколько конкретных уроков, которые были проведены и организованы в рамках смешанного обучения. Безусловно, коснемся темы дистанта, дистанционного обучения и применения смешанного обучения в рамках дистанта. Далее у нас такая практическая часть запланирована, я попрошу вас принять участие в ней. Это проектирование урока, естественно, это будет довольно упрощенный план урока в рамках смешанного обучения, но тем не менее. И, безусловно, как и любое занятие учебное, заканчивается рефлексией по поводу всего сегодня услышанного и, самое главное, то, что мы попробуем непосредственно реализовать на практике. Начнем, безусловно, с понятийного аппарата, мы должны понимать друг друга верно. Опять-таки, я думаю, что большинство из вас, коллеги, прекрасно понимают, что такое смешанное обучение – это технология организации образовательного процесса, в основе которой лежит объединение технологий традиционно классно-урочной системы и технологии электронного обучения. В общем-то, как показало время дистанта, есть еще у нас определенные трудности с полностью переходом на дистант, но, тем не менее, использование электронного обучения частично и традиционно вполне себе возможно реализовать уже сегодня. Но это понятие, безусловно, не единичное в рамках смешанного обучения. Существует довольно большой понятийный аппарат, но, тем не менее, они, в общем-то, между собой связаны. Вот кратенько предлагаю характеризовать смешанное обучение – сочетание учебных методов, смешанное обучение – совмещение онлайн и обучение и очного обучения. Кроме того, смешанное обучение – система обучения основана на сочетании очного обучения и обучения компьютерными средствами. Также, собственно, смешанное обучение – обучение лицом к лицу плюс онлайн-обучение. И смешанное обучение – диапазон возможностей, представленных путем объединения интернета и электронных средств массовой информации с формами, требующей физического соприсутствия в классе преподавателя и учащихся. То есть мы уже понимаем, что смешанное обучение – это традиционные очные методы, которые мы применяем, и при этом дистанционные или электронные с помощью современных технологий, и в том числе довольно обширно представленных информационных платформ обучающих, которые мы используем на занятиях. Собственно, для чего необходимо и почему в данном случае я остановился на технологии смешанного обучения, и почему смешанное обучение пришло на мои уроки истории. Для себя я выделил несколько причин. Первое – это включение каждого ученика в образовательный процесс. При очном классно-урочном обучении не всегда можно включить каждого ученика в образовательный процесс. В классе у нас не меньше 30 обучающихся, и, соответственно, безусловно, есть ряд детей, которые выпадают с занятия, и это совсем не здорово. Второй момент – это временные рамки урока не позволяют достичь желаемой глубины понимания обсуждаемых вопросов. Опять-таки, это связано и с количеством детей в классе, и с ограниченными временными рамками, и с задачами, которые стоят на уроке, и разноуровневыми ребятами, с которыми также необходимо работать дифференцированно. Вот, собственно, это дефициты, которые мы видели, и смешанное обучение в какой-то роде органично пришло на уроки истории для того, чтобы эти проблемы решить. И мы видим о том, что применение очного формата и компьютерных технологий, электронного обучения, оно, собственно, приводит к повышению мотивации самостоятельности детей на уроке, и в целом, соответственно, повышение эффективности образовательного процесса. Это трансформация в принципе работы педагога и учителя. Опять-таки, Федеральный государственный образовательный стандарт четко определяет в современном уроке роль педагогу. Это не трансляция знаний, или в данном случае ретрансляция, а это все-таки некий помощник обучающегося, который выстраивает образовательный процесс в классе. И не менее важно это персонализация образования, индивидуализация, дифференциация. В общем-то, мы понимаем, что на уроке у нас находятся ребята разного уровня, с разной мотивацией, с разным базовым уровнем. Но, тем не менее, нам необходимо работать со всеми обучающимися, выстраивать траекторию образовательную, которая была бы комфортной для каждого ребенка. И работа фронтально в классе, безусловно, не позволяет реализовать все задачи, которые стоят перед педагогом, и, собственно, выполнить новую роль учителя, хотя, наверное, нельзя называть новую, именно помощником обучающегося, а в рамках групповой работы, в рамках смешанного обучения, собственно, это вполне себе коррелируется. Если говорить про смешанное обучение, существует довольно много моделей смешанного обучения. Я бы хотел остановиться на нескольких, которые применяю в практической деятельности. Первое – это перевернутый класс, который довольно проста в организации и, в общем-то, довольно эффективно, в том числе в рамках дистанционного обучения. В чем суть? Суть заключается в том, что дети дома посредством изучения материала на образовательных платформах, онлайн, изучают новый материал, а на уроке уже происходит его закрепление. Как мы понимаем, в классическом понимании все наоборот. На уроке учитель тратит время для того, чтобы объяснить новый материал, по сути, выполняя роль вот этого ретранслятора, а дома дети уже оказываются в условиях практических заданий и выполняют задания на закрепление материала. В результате домашнее задание не всегда выполняется качественно. У некоторых ребят остаются вопросы ввиду того, что, возможно, не поняли материал, который, собственно, был продемонстрирован очно на занятии. А модель перевернутого класса позволяет, в общем-то, оставить детям на самостоятельное изучение материала дома, а уже в школе потратить драгоценное время на организацию практики, на организацию игр, на закрепление материала, его обобщение. Следующая модель – это модель «Ротация станций». Мне эта модель наиболее симпатизирует. Мне кажется, опять-таки, на уроках истории вполне данная модель может использоваться и довольно часто, и не только при закреплении изученного материала, потому что зачастую я слышу от коллег о том, что смешанное обучение и, в частности, ротация станций, которая подразумевает деление класса на три группы и различная деятельность организована в каждой из этих группы. То есть это фронтальная очная работа с учителем, работа в группах, коллективные проекты и онлайн-обучение, где дети самостоятельно закрепляют материал или же его изучают. В общем-то, вы тут мнение, что в большинстве случаев эта модель подходит для закрепления знаний, но никак не для изучения нового материала. Я, собственно, с этим не согласен. И, в общем-то, ротация станций вполне себе может применена быть и для изучения нового материала. И далее, на примере урока истории восьмого класса именно Петр Первый, внутренняя политика Петра Первого, я бы хотел это продемонстрировать. И третья модель, которую бы я сегодня выделил, это ротация лабораторий. Она чуть более, на мой взгляд, прямолинейная, но в какой-то степени проще в организации. Не так часто я применяю на уроках истории данную модель, но, тем не менее, она подразумевает фронтальное обучение в рамках различных предметов. И далее это какой-то отдельный день, определенное время, когда дети приходят в подготовленную лабораторию, кабинет, можно по-разному это назвать, для того, чтобы на онлайн-тренажерах отработать материал, который получили в результате фронтального обучения очного и помогают ребятам тьютеры. Ну, в общем-то, здесь красочно все представлено. Каковы, я бы отметил, плюсы смешанного обучения на уроках истории, ну и, безусловно, минусы. Плюсы – это использование разной типовой информации. На уроках истории, коллеги, как вы понимаете, очень важно не уходить в теорию, не уходить в фактаж и, в общем-то, не превращать уроки в лектории и в лекции. Так как информация довольно сложно воспринимается, перегружена какие-то событийными моментами, датами и так далее, и, в общем-то, эффективность такого урока оставляет желать лучшего. При организации смешанного обучения, в частности, дотации станций, мы применяем различную деятельность, которая сменяется в течение урока, и также используем текстовые задания. Это визуальные, где представлены видеозаписи, картинки, различный звук, записи и так далее. То есть, таким образом, удается более наглядно и быстро объяснить материал. Следующий момент – это, безусловно, интерес. Интерес ребенка к предмету, интерес ребенка к познанию, то есть, с помощью новой педагогических технологий приемов мы ребенка из такого пассивного участника образовательных отношений, в общем-то, превращаем в активного участника, а эта сопричастность к чему-то всегда вызывает, безусловно, интерес к предмету. Следующий момент – это, собственно, разные потребности, про которые я говорил, разные владения материалом у ребенка, и деление ребенка на подгруппы позволяет, собственно, сформировать группы так, как нам удобно и так, как педагогу виднее в плане выдачи материалов для ребят разного уровня и разных потребностей. В том числе, мы имеем в виду детей с ОВЗ. Следующий момент, вытекающий из этого, подходит для детей разного уровня подготовки. И индивидуальность, собственно, дифференцированный подход в результате смены деятельности, в результате организации работы ребенка онлайн с помощью электронного обучения мы получаем индивидуальный маршрут, и ребенок работает в том темпе и с тем содержанием и объемом, который его комфорт. Но есть, безусловно, и минусы смешанного обучения в рамках уроков истории. Это необходима компьютерная грамотность, причем как педагога, так и ребенка. Следующий момент – это мотивация к обучению детей. Соответственно, если ребенок слабо мотивирован или же мотивации отсутствует в общем, то обучение выстроить в рамках смешанного обучения будет довольно проблематично. Поэтому особенно на начальных этапах запуска смешанного обучения на уроках необходимо, в общем-то, поработать с мотивацией детей и настроя их на работу. И следующий момент – это подготовка к уроку, требует дополнительных усилий, так как кроме фактажа и, собственно, такого стандартного урока, необходимо еще подбирать электронные ресурсы, необходимо подготавливать онлайн-платформы, которые мы будем использовать. И, в общем-то, это должно быть высокого качества. Но начать применять смешанное обучение на занятиях нужно, хорошенько подготовившись. Что мы имеем в виду? Начать необходимо, на мой взгляд, с самого простого и очевидного – это работа с пространством класса. Зачастую, к сожалению, особенно педагоги, которые только начинают работать в рамках смешанного обучения или же планируют работать в рамках смешанного обучения, мы сталкиваемся с тем, что педагог не подготавливает, в том числе и пространство, и содержание урока к новым технологиям, в частности, смешанного обучения. Зачастую в учебных классах мы видим парты, которые стоят рядами, три ряда, как всегда, в общем-то, как с картинки, которую можно еще найти, если вбить образование в 50-е, 60-е годы прошлого века и так далее. То есть, безусловно, применяя новые педагогические технологии, нам необходимо обновить пространство класса, причем, в общем-то, имею в виду расстановку учебной мебели. Так как смешанное обучение, если мы говорим про ротацию станции, где все завязано на групповой работе, подразумевает работу детей в группах, то, соответственно, необходимо организовать место, где будет проходить очная беседа с педагогом лицом к лицу, так скажем. Вторая зона – это зона работы с компьютерами, либо планшетами, либо с телефонами, в зависимости от того, какие задания мы подготовили для детей. И третья зона – это зона для работы с проектами, для работы с проектами, для работы с различным раздаточным материалом. Но, опять-таки, это тоже отдельное место, которое четко должно, в общем, выделяться на фоне других, на фоне, в принципе, пространства класса. Я представил несколько примеров, как может наглядно выглядеть организация пространства класса в условиях смешанного обучения. Понятно, что где-то разная площадь кабинета, разное количество учебных парт, разные парты, в принципе. Кому-то повезло больше, если мы говорим про модульную мебель, которая, в общем-то, довольно быстро трансформируется. Кому-то повезло меньше, если мы говорим про парты, которые рассчитаны на два ребенка, и они довольно громоздкие. В каких-то кабинетах специальных, например, физики и химии, парты вообще, в принципе, нельзя перемещать, так как к ним подведено электричество и так далее. Но, тем не менее, безусловно, с зонированием пространства в классе необходимо поработать. Вот здесь мы видим тоже различные примеры, как можно выстроить учебную мебель в рамках учебного класса. И здесь представлены, в общем, модульные форматы и парты на два ребенка. В общем, основная идея, которую хотелось бы донести, она звучит предельно просто. Перед организацией уроков в рамках смешанного обучения необходимо поработать с пространством класса, с образовательной средой внутри учебного класса. Это проще всего сделать, расставив учебную мебель по-другому, нежели в три ряда. Это сразу добавит живости при и динамичности проведения занятия. Это позволит добиться комфорта при групповой работе обучающихся. Ну и, в принципе, зонирование позволяет достичь той индивидуализации, дифференциации, о которой мы говорили в самом начале. Если говорить про уже не форму, а содержание смешанного обучения, в частности, ротации станций, то можно смело говорить, что использование ресурсов городских проектов на уроках, в частности, на уроках истории, в общем-то, лаконично вписывается в содержание самого предмета. Что я имею в виду? Ну, возьмем такой городской проект, как Олимпиада, музей, парк и усадьба. Я думаю, что большинство коллег участвовали, ну, я имею в виду обучающихся, под вашим руководством участвовали в этой Олимпиаде. И ее смысл заключается в том, что дети, придя в музей, получают перечень вопросов и заданий по экспозиции и далее отвечают на эти вопросы, заполняя вот такой маршрутный лист. Теперь перенесемся на урок истории, причем тематика может быть абсолютно любая. Мы возьмем начало Великой Отечественной войны. У нас есть музей, музей Победы, который представлен на сайте, в частности, виртуальная композиция этого музея. И подготовив задания по экспозиции, виртуальной экспозиции музея, мы получаем вполне себе отдельную, уже готовую станцию в рамках смешанного обучения, где дети будут с использованием телефонов, планшетов, непринципиальных, главное, чтобы был интернет, искать ответы, как они это делают, участвуют в Олимпиаде Музея Парка и Усадьбы, в экспозиции музея. У меня был опыт, когда для детей с ограниченной возможностью здоровья был разработан дистанционный тур в рамках данной Олимпиады. И вот, в частности, мы брали виртуальные экспозиции, искали какие-то интересные факты и придумывали интересные задания. А дети, соответственно, искали ответы на эти задания в рамках самой экспозиции. Интересно? Вполне себе. Вписывается ли это в содержание урока истории? Более чем. Можно ли сказать, что это некая практика и проектная работа ребенка? Конечно. Можно ли это назвать практикой в рамках тренировки Олимпиады Музея Парка и Усадьбы? Да. Следующий, как мы видим, пример – это виртуальный музей. Вообще, в целом, замечательная такая, я бы ее назвал даже игрой, подпольная типография 1905-1906 годов, где необходимо в форме интерактивного квеста искать, в общем-то, подпольную типографию и разоблачать революционеров. И в данном случае мы выступаем в роли московского городоволова. Очень много моментов, где представлены комментарии от виртуального музея. В общем-то, дети с большим удовольствием выполняют задания. И самое главное – это, в общем-то, очень колерируется с очной частью, которую мы разбираем на уроке истории. И это лишь некая такая практика в игровой форме в качестве подтверждения и закрепления учебного материала. Это, как вы понимаете, коллеги, одна из трех станций. То есть дети работают с виртуальной экспозицией в рамках станции 10 минут. В это время с другой группой непосредственно работает педагог очно. И третьи ребята в это время работают с проектной, выполняют проектную работу, заполняя маршрутные листы, работают с историческим источником. Через каждые 10 минут происходит смена станций. Вот классический пример ротации станций в рамках смешанного обучения. Если посмотреть на такой проект, как академический класс в московской школе, мы увидим, что реализуется такой проект, как кружок от академика, где, в общем-то, академики Российской Академии Наук читают на интересные темы такие лектории, семинары. Видео все размещены на сайте mos.profil.ru и опять-таки мы можем подготовить QR-код и ссылку на этот видеоролик, направить его детям, для того, чтобы ребята могли просмотреть этот видеоролик и ответить на какие-то вопросы. На какие я вам чуть позже покажу. Я как раз брал академический класс в московской школе, брал видеофрагмент и подготавливал задания в рамках Московской электронной школы в рамках ротации станций смешанного обучения. Отдельный, ну это, в общем-то, наверное, не городской проект, но интересный ресурс – это VR-экскурсии в режиме видео 360 градусов, где мы видим различные темы. Оно представлено на сайте МЦРКПО. В общем-то, если вбить в поисковике VR 360 МЦРКПО, мы увидим банк образовательных путешествий. Здесь представлены тематики и просвоения космоса, и история Серебряного века. В частности, я брал в рамках общества знаний вопросы и проблемы экологии в седьмом классе и брал московские адреса Серебряного века в рамках истории. В общем-то, это была, опять-таки, одна из станций, одно из заданий, где детям необходимо было, используя обычные свои гаджеты, телефоны, перейти в режим VR, где, в общем-то, ребенок может вращать телефон практически 360 градусов и видеть все, что происходит в вакууме. Так вот, там есть, опять-таки, лектор, который расскажет какой-то фактаж, и у детей есть подготовленные задания. Ответы на эти задания ребенок может увидеть и услышать только в самой экскурсии виртуальной. И уже заполнив данный маршрутный лист, он передавал учителю для дальнейшей проверки. Мы, собственно, кратко перешли к онлайн-ресурсам, которые могут быть использованы на уроках истории и общества знания. Это те ресурсы, которые использую на уроке «Я». Их я перечислил только несколько, но тем не менее. Первый – это ресурс «Я-класс», который подразумевает, в общем-то, и теоретический материал, но я использую в большей степени его как ресурс для проведения диагностических работ. Мы можем подготовить работу, выбрать задания, или, в частности, мы можем взять, например, олимпиадные задания прошлогодней Всероссийской олимпиады школьников эти задания внести в систему и выдать детям в качестве тренировочных мероприятий для подготовки либо на уроке, либо дома самостоятельно. Можно ребенку в рамках перевернутого класса направить в определенную тематику для проработки ее дома. Это теория плюс практика, то есть выполнение тестовых заданий, а уже на уроке не тратить на это время, а перейти непосредственно к практическому освоению полученных знаний и навыков. Сделать это довольно можно интересно в форме дебатов, в экскурсии виртуальной, в форме игры, сценировки. И, в общем, коллеги, я думаю, что вы прекрасно меня понимаете, как мы можем потратить время на закрепление материала с учетом того, что дети его изучили дома. Следующий проект – это проект «РЗАМАЗ». Очень интересный просветительский проект. Я его рекомендую как для учителей истории, так и для учителей литературы. Там представлены всевозможные и разные направления, которые касаются в большей степени культуры, но, тем не менее, есть и ресурсы в рамках определенных тем. В частности, по истории XVIII века в данном случае мы видим несколько игр, три любимых развлечений императоров, «Как победить в дипломатической игре», «Как понять реформы Петра I». И это только лишь часть онлайн-ресурсов, которые посвящены непосредственно эпохе Петра I. И, в частности, эти ресурсы я использовал на уроке, которые чуть позже продемонстрирую в рамках смешанного обучения. Следующий ресурс – это образовательные ресурсы Яндекса. Это проект 1917-17, посвящен известным событиям. Здесь можно опять-таки готовить перечень вопросов, ответы на которые дети найдут, перейдя данный проект. В общем, подготовлено интересно, красочно, но, опять-таки, необходимо проработать для станций, которые будут дети работать в рамках электронного обучения. В общем, были подготовлены интересные вопросы. Яндекс. Учебник, опять-таки, я думаю, что многие коллеги работали. Онлайн-ресурс Google Class, где можно вообще разработать отдельный модуль и детей направлять в рамках этого ресурса для подготовки дома материала и выполнения тестовых форматов перевернутого класса. И Learning Apps, где, в общем-то, очень легко сконструировать интерактивные задания. Собственно, эти задания мы можем использовать в рамках отработки практических навыков и в рамках электронного обучения, в рамках смешанного обучения. В частности, вот она, готовая станция электронное обучение выполнения интерактивного задания. Опять-таки, на уроке, который я буду сейчас демонстрировать, я использовал ресурсы Learning Apps. И вот, собственно, мы перешли, наверное, к основной части. Это учебные занятия, это уроки по истории с использованием смешанного обучения. Это уроки, подготовленные в рамках модели ротации станций. Первый урок это реформа Петра I. И второй урок, сейчас его покажу, название не вынес, это урок по обществознанию в рамках экономического профиля по потребностям и видопотребностям человека. Но начну с урока истории реформы Петра I, урок ротации станций, ресурсы, которые используют ресурсы Московской электронной школы и ресурсы просветительского проекта Арзамас. Для данного урока дети были распределены до начала урока в три группы. Безусловно, при смешанном обучении необходимо формировать группу педагогу, а не так, как дети планируют заниматься. И в условиях деления группы, конечно, должен быть какой-то критерий. То есть, это либо дети определенного уровня, либо это психологический аспект, то есть, есть дети, которые являются лидерами, есть ребята, которые, в общем-то, часто занимают пассивную позицию на уроке. В общем, группы должны быть сбалансированы, и самое главное, я вернусь к своему началу выступления, они должны быть мотивированы на обучение. Наличие оборудования применялась интерактивная панель и гаджеты ребят. У кого-то это были мобильные телефоны, смартфоны, у кого-то это были непосредственно планшеты. Ну и сейчас я хотел бы продемонстрировать данный урок в рамках Московской электронной школы. Давайте мы посмотрим сценарий урока. Это сценарий урока по теме реформы Петра I в рамках ротации станций. Как мы видим, здесь выделены несколько этапов урока. Первый этап это актуализация, это урок изучения нового материала, проговорим в начале. В самом начале урока мы проводим актуализацию знаний обучающихся, задаем детям вопросы, план, схема, какой битвы представлена, назовите точную дату сражения, переходим к повторению Северной войны, в общем-то ставим проблемный вопрос, дети формируют тему урока, план урока, в общем-то тему дети озвучат реформу Петра I и приходим к плану урока, который будет реализован. Первый этап урока, ну в общем это условно название первого этапа урока, потому что это основной этап урока, мы здесь видим, что он поделен на три части, первая часть это работа первой группы, это работа с текстом письменного источника, детям предложен дополнительный материал, в частности документы, здесь мы видим различные исторические источники, табель о рангах, здесь представлен указ о престолу наследии и указ об учреждении губернии. Что необходимо сделать детям, это ответить на эти вопросы и ответ занести в рабочий лист. Рабочий лист также прилагается. Так как работа групповая, то необходимо указать всех, кто работал в группе, ну и далее соответственно у нас есть вопросы по историческому источнику, ну например какому классу согласно табле ранга, соответственно член унтер лейтенант военной службы артиллерии. Дети соответственно вручную вписывают ответы, это вопросы по каждому из представленных указов и здесь очень важный момент, изначально объем был подобран таким образом, что выполнить задание можно только работая в команде. Для чего это было сделано? То, что есть определенный риск, что в команде всегда работает один ребенок, сильный ребенок, а все остальные вообще-то ждут результат его труду. Здесь не получится, потому что в общем-то тогда выполнить задание не успеют. Далее выполняет работу 10 минут, после этого сдает рабочий лист педагогу. После 10 минут происходит смена станции и дети, которые работали с письменным источником, переходят в следующую группу. Это группа номер 2, ну либо 3, не имеет значения. Это работа с учителем очно. Совместно с учениками учитель очно разбирает причины реформы Петра I, перечисляет и с ребятами приходит к основным причинам реформы Петра I, все это фиксируется в тетради, на это отводится также 10 минут. И третья группа, третий этап, это интерактивное задание, где необходимо выполнить небольшое интерактивное задание по поводу значения Петровских реформ, выбрать верхное утверждение и ложное утверждение. В данном случае это задание не оценивается на оценку, здесь ошибки сразу дети увидят и смогут выполнить задание вверх, на расставе в правильном приоритете и записав это в тетради. таким образом после каждой 10 минут происходит смена деятельности. Дети, которые работали с источником, переходят работать очно, те, которые работали очно, переходят к работе в рамках электронного обучения и так далее. То есть в рамках 30 минут мы видим, что полностью мы сменили все этапы работы и прошли материал в рамках заявленной темы. Безусловно, в конце мы уже работаем фронтально в рамках всех групп, переходим к проблемному вопросу, на него отвечаем и играем небольшую игру в рамках Эрзамаса, где, в общем-то, правила очень просты. Необходимо прочитать выдержку из источника юности честной изерцала, например, и выбрать принцип, к которому он относится. Выслуга и гордость. В общем, мы получаем дополнительные баллы или же отвечаем неверно, в итоге теряем очки, можем воспользоваться подсказкой. Таким образом, детям это очень нравится, это встряхивает, мотивирует их и, в общем-то, конец урока проходит динамично и мы приходим опять к той теме, к той задаче, которую мы ставили в начале урока, именно разобрать реформы, причины, содержание последствия значения реформ Петра Первого. В общем-то, мы этой цели достигаем. И сразу же кратенько следующий урок это экономика наук и хозяйства, где, опять-таки, в общем-то, в смешанном обучении ротации станции представлены данные занятия. Вначале ставим проблемный вопрос по поводу потребностей, почему они безграничны, существуют человеческие потребности, которые не относятся к терминам безграничные. И, в общем-то, мы видим план урок. Опять-таки, здесь три станции, три группы. Первая группа это анализ выступления доктора экономических наук Александра Шурова, кружок это академик про тот проект, который мы вначале озвучивали. Вторая группа это решение экономического кейса, он взят из предпрофессионального экзамена, данный урок, как вы понимаете, рассчитан для старших классов. И третий это тестовый тренажер, формат единого государственного экзамена по обществу знаний. И дальше уходим на закрепление материала. Также мы отводим по 10 минут на каждый этап. Вот мы видим задание, ссылка на кружок, на видео лекции, прописан хронометраж и представлен также задание к лекции, то есть рабочий лист, который дети заполняют. Другая группа работает с учителем мощно, который выполняет кейс в рамках предпрофессионального экзамена, он также представлен к уроку. И третье это в общем-то единый государственный экзамен, тестирование формата ЕГЭ, 6 вопросов и один текст необходимо ставить пропущенные слова. Каждые 10 минут мы меняем станцию и в общем-то в конце выходим на подведение итогов и рефлексию, где дети отвечают на вопросы уже фронтально вместе со всем классом. Эти уроки все были проведены не один раз и в общем-то не в зависимости от класса они прошли очень успешно. В чем я вижу так скажем плюс это то, что данные уроки построены на постоянной смене деятельности и в общем-то они сконструированы интересно для обучающихся. Собственно цель, которую мы преследовали и ставили в начале это интерес привить интерес к изучению предмета в данном случае истории а следующая глобальная задача это роль педагога в этом всем я выполнял роль помощника для детей так как дети в рамках группы работают самостоятельно и только с одной группой педагог работает очно и идет живой диалог в общем уважаемые коллеги вот приблизительно в таком формате можно строить урок по истории в рамках смешанного обучения и ротации станций можно использовать перевернутый урок очень хорошо это все в общем-то можно было применить в условиях дистанта как это работало учитель записывает видео с объяснением учебного материала до начала урока в качестве домашнего задания ребенок получает домой задание просмотреть видеоматериал и выполнить какое-то интерактивное задание в мэш или в я-классе или в другой платформе и на следующий урок в дистанте учитель уже не тратит на сам материал потому что понятно может что-то зависнуть может пропасть звук и в общем разные трудности технические но дети уже просмотрели учебный материал а учитель тратит время на в общем-то вопросы детей и организацию практического урока интересного урока для детей что сказывается безусловно на качестве самого занятия в общем уважаемые коллеги на этом такая моя часть в принципе монолог закончен я бы сейчас хотел попросить вас принять участие в более активной сегодняшней встрече это работа в рамках общей доски я сейчас скину ссылку в наш чат я попрошу вас перейти по этой ссылке мучить не буду вас это задание не на оценку но я бы хотел чтобы мы с вами каждый из нас сейчас немножко в общем-то поиграл и кратенько сконструировал план сегодняшнего урока сейчас я открою в общем доску это ресурс гугла здесь в качестве образца я первую страничку запомнил задание звучит следующим образом составить план урока тему определить можете самостоятельно можете выбрать любую модель смешанного обучения это перевергнутый урок или ротация станции как угодно мне в общем хотелось бы чтобы вы попробовали вот составить вот такой конспект урока выделив разные этапы как вы видите на примере урока тема реформы Петра Первого я выделил три этапа это этап организационный этап постановки проблем на вопросы и этап третий изучение нового материала и дальше в рамках ротации станции я составил три группы группа работа с учителем мощно разбор основных реформ Петра Первого группа номер два работа с рабочими листами либо на планшете работа с источниками и группа номер три выполнение интерактивного задания ротация станции 10 минут на работу в группе ну и в конце соответственно рефлексия проблемный вопрос я бы сейчас вас попросил буквально в течение 7-8 минут более тратить время мы не будем я бы хотел чтобы вы выбрали себе лист вот здесь можно щелкать в общем-то они пустые есть вы выбрали себе пустой лист и попробовали создать используя стикеры вот здесь в левом углу у нас есть такая функция создать стикер появляется у нас в общем такое окошечко где мы можем написать первый этап например организационный организационный нажимаем сохранить стикер у нас появился второй этап мы называем вот таким вот образом и в общем-то попробовать создать вот несколько таких этапов в рамках смешанного обучения ротации станции либо перевернутого перевернутый урок по своему предмету даже если это не история даже если это в общем-то и не гуманитарные науки я бы хотел чтобы мы сейчас вместе попробовали вот такой план попробовать попробовали сделать в общем-то если есть технические вопросы или нужна какая-то помощь я могу помочь если нет то я попрошу в течение 7-8 минут данную работу выполнить если вас не затруднит коллеги еще раз повторю о том что создать стикер можно используя функцию слева создать стикер далее прописываем и нажимаем создать стикер можете перемещать можете выбирать свободную доску всего здесь создано 7 но на самом деле можно в общем-то листать на стрелочку и вот 15 пустых рабочих столов я создал можете выбрать себе один и создать кратенький без каких-то в общем-то подробных изложений план урока в рамках смешанного обучения в общем-то Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Татьяна, подскажите, пожалуйста, у нас вот 6 часов и все, все закончилось. Или у нас есть там 3 минутки? Где написано? У нас сейчас... Нет, мы работаем. Вот можете еще поработать. Меня не предупреждали, что может оборваться эфир. Нет, мы работаем, продолжаем. Да, эфир не оборвется, можно продолжать. Спасибо. Спасибо, мы просто... Да, сейчас задания коллеги, я вижу, что вам, в общем-то, активно выполняют. Мы прокомментируем и тогда, чтобы логично завершить нашу сегодняшнюю встречу. Спасибо. 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 С первого начнем. Станция работы с учителем. Выявление разбора ошибок в диктанте. Да, очень хорошо. То есть это прям такие хорошие, в общем-то, станция в рамках лицом к лицу с педагогом, где мы работаем. Уже не фронтально, а со всем классом. Потому что разобрать ошибок в диктанте, учитывая, что у нас в классе, например, находится 30 детей, в общем-то, будет проблематично. Здесь уже группа, которая включает 10 человек, и в рамках 10-минутной работы это дисциплинирует время не только ребенка, но и учителя. Мы работаем с детьми в рамках заданной проблемы. Вторая работа в группах, разбить группу на две более маленькие, выписать из диктанта слова на изучение орфограммы с прочими словами, по окончании сравнить кто больше. Отлично, то есть это уже некая самостоятельная работа, она отчасти ее можно называть проектная, опять-таки есть конечный результат, который должны дети выполнить. Работа онлайн, тренажеры, да, learning apps, платформа учи.ру, Яндекс.учебник, верно. Это можно сделать, если есть в школе компьютеры или планшеты с использованием техники. Если того нету, можно попросить использовать детей их смартфоны и гаджеты, в этом нету ничего, в общем-то, противоправного и страшного. Если же даже у детей нету планшетов и телефонов, смартфонов, то можно использовать интерактивную доску, если она есть в кабинете, и эта группа, например, будет располагаться рядом с интерактивной доской, где будут выполнять работу онлайн с использованием электронных средств обучения. Да, спасибо большое. Значит, следующий момент. Организационный, понятно, определение плана, карта урока, да, изучение нового материала. Вот здесь, вот третий этап, он будет у нас, естественно, основным. Вот я бы сюда направил блиц-опрос в Google форме, то есть это такая хорошая практика использовать Google форму для того, чтобы подготовить вопросы и какие-то, может быть, вопросы с открытым ответом, для того, чтобы дети, перед тем, как написали ответ, что-то поискали в учебнике или в интернете. Но это самостоятельный поиск информации, это очень важный навык, тем более мы говорим, что сегодня в условиях современного мира очень ценится именно метапредметная грамотность. Это будет читальческая грамотность, функциональная грамотность или же любая другая, финансовая и так далее. Собственно, сюда бы я, в изучении нового материала, отдельную группу бы направил на очный разбор с учителем наиболее сложной темы. И третья группа, в общем-то, это старая, добрая, проверенная технология, работа с рабочими листами и с каким-либо дополнительным источником. Вот, хороший урок, в конце подвели итоги, проверили рефлексию, можно использовать различные системы проведения тестирования, например, Plickers. В общем-то, очень интересно это выглядит, но, к сожалению, в дистанционном формате я не могу продемонстрировать, как это работает. Но дети получают QR-коды, а учитель их сканирует на телефоне через специальное приложение, куда и загружает вопросы. Ну, в общем, на пальцах это сложно рассказать, показывать, но показывать точно. Реформа Петра Первого, личность Петра Первого, военная реформа и областная реформа. Да, мы можем взять эти основные моменты, единственное, необходимо вот сюда, для того, чтобы это получилось смешанным уроком, проговорить и продумать самое важное, и подготовить различную деятельность детей в рамках разной деятельности, точнее, в рамках разного подхода. Это очный разговор, например, в рамках 10 минут, а я вам скажу, что учителя истории достаточно 10 минут, чтобы выдать новый материал. Если это 10 человек, которые сконцентрированы на тебе. В общем, 10 минут для того, чтобы выдать материал достаточно, а остальные две группы, это может быть, либо, как я показал, работа с историческим источником, и с картой технологической, или рабочим листом. А третье, это можно, опять-таки, например, используя телефон или планшеты, выполнить какое-то простое тестирование, или же, опять-таки, определенные вопросы, где ответы они найдут в историческом источнике, или в виртуальной экскурсии, или просто в Википедии. Ну, в общем, это уже некий поиск. Этап организационного объяснения нового материала, работа по группам, анализ исторического источника. Ну, в общем-то, да, правильно мыслить, и сюда добавить электронные платформы, на примере, там, Арзамаса, игры, и дети на ура воспримут данное предложение. Организационный этап, работа с иллюстративным материалом, формулировка вопросов в другой группе, и составление развернутого плана ответа на вопрос. Да, тоже может быть. Опять-таки, работа с иллюстративным материалом, который может быть представлен, в том числе электронные или на электронной доске, в общем-то, пожалуйста. Вторая группа работала очень с педагогом, и третья такая проектная, составление развернутого плана ответа на вопрос. Круто, да, в конце уходим в рефлексию и взаимооценку. Класс. Ну, и там, я думаю, уже так далеко никто не уходил. Да, коллеги, всем большое спасибо. Мне хотелось донести, наверное, основную мысль о том, что смешанное обучение – это очень универсальная педагогическая технология. Это технология интересная как для педагога, так и для ребенка. Это можно в какой-то степени назвать что-то новым, но, наверное, сложно это назвать чем-то новым, потому что это используется уже давно, но это, точнее, не это, а технология смешанного обучения и ее применение в нашей педагогической деятельности позволяет нам, самим педагогам, выйти из некой зоны комфорта и попробовать что-то новое. Я не говорю о том, что необходимо проводить такие уроки каждый урок, нет. Необходимо просто начать работать в этом направлении. И далее мы увидим, что наши дети стали чуть дисциплинированнее, чуть грамотнее. И если мы говорим про функциональную грамотность и компьютерную грамотность, в общем-то это все никак не навредит ребенку. Единственное, конечно, те дефициты, которые я назвал, это наличие компьютерной грамотности, у педагога наличие какие-то оборудования. Ну, как показывает практика, и вот мы сейчас разобрали, не обязательно иметь 25 компьютеров, ноутбуков. Достаточно либо использовать гаджеты детей, либо иметь небольшое количество планшетов на группу. Их достаточно 3-4 планшета. И это уже можно начинать работать в рамках смешанного обучения. Ну и коллеги, конечно, работают с пространством. Нельзя, используя парты в три ряда, организовать что-то интересное и новое в рамках смешанного обучения. Спасибо большое. Я немного задержал коллег. Я надеюсь, вы меня за это простите. Сергей, можно ли узнать ID урока? Да, я сейчас перейду сюда же в чат ссылки на эти занятия. И там в самой ссылке, если я правильно помню, в общем присутствует ID на это занятие. Я не, в общем-то, коллеги, я очень критично отношусь к своей работе. Я понимаю, что есть какие-то недоработки, есть какие-то это уроки не идеальные. Но, в общем-то, идеальные у нас нет такой задачи. Наша задача – работать на результат с детьми. Для этого необходимо постоянно развиваться. Я считаю, что в поиске надо быть всегда. Учитель должен всегда быть в поиске, правда? Потому что если ничего не делать, я думаю, что ничего тогда и не найдем. Так и будут наши парты стоять в три ряда, правда? А хочется что-то интересного. Коллеги, вопросы? Сергея. Если, в общем-то, вопросов нет, я могу продублировать, наверное, здесь же электронную почту свою. И если какие-то вопросы появятся уже после, ну, либо нужны какие-то советы практически по поводу организации обучения, я, в общем-то, предлагаю вам писать. И в заключении я также бы хотел показать еще одну книженцу, которая, в общем-то, интересна будет вам, если вы планируете применять смешанное обучение. Она называется «Шаг школы. Смешанное обучение». Книга очень респективная. Я отсюда материалы какие-то брал для сегодняшней встречи. Здесь есть видеофрагменты непосредственно из школ Москвы, из школ не Москвы, из международного опыта. В общем, книга называется, еще раз, «Шаг школы. Смешанное обучение». Автор, в том числе, наш уважаемый руководитель Центра смешанного обучения Андреева. В общем, в рамках Любаково фонда. Поэтому, кому интересно, скачайте, она абсолютно бесплатная. Да, действительно, книга очень интересная. Я думаю, что кто не знаком со смешанным обучением, благодаря Сергею этой книге, я думаю, что можно научиться запросто. Было бы желание, уважаемые коллеги. Сергей, большое спасибо. Итак, если вопросов нет, я думаю, тогда можно прерываться. Большое спасибо всем за внимание. Спасибо большое, коллеги, за то, что вытерпели. Мне очень интересно. Спасибо. Вам большое спасибо. Все счастливо, всего хорошего. Удачи вам, Сергей. Спасибо. 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 Спасибо.